Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. Серия материалов из Старого Оскола продолжается. Сегодня, можно сказать, уникальное видео. Интервью гиганта из Зала Федора в Зале Федора. На прошлой неделе Григорий Пономарев легко победил бразильца Алисона Висенте, а затем провел дуэль взглядов с Юсупом Шуваевым. 25 марта они будут биться за титул чемпиона AMC Fight Nights в тяжелом весе. Вообще, бой с Висентой появился внезапно. Григорий начал сбор в Старом Осколе 14 января, с расчетом, что в марте он подерется с Шуваевым. Но подвернулся вариант с боем на шоу 28 января, и Пономарев не стал отказываться. Причем изначально его соперником должен был стать не Висенте с рекордом 27-20, а бывший чемпион КСВ Фернандо Родринис. Интервью с Григорием мы записали 17 января, когда на горизонте был только бой с Шуваевым. Актуальности оно не утратило. Бой в силе, да и говорили мы не только о спорте, но и о нападках со стороны поклонников Парденштерна, жене у головом и матье во время интервью. Приятного просмотра. Гриш, на сколько ты, получается, приехал? Ты же ведь, видимо, только-только сбор начал? Да, ну, у них-то уже давненько. А я на прошлой неделе в пятницу приехал. Я здесь до марта. До марта, то есть когда? Ну, до боя. До боя. Да. Это у тебя, получается, до 120 будет бой? Да. Ну, это, наверное, сложно будет соревновать. Ну, я же сейчас гонял 125. Сейчас на 5 килограмм больше получится. Да. Но я, когда гонял на 125, я перегнал маленько. У меня там осталось 2,5 килограмма. То есть, ну, там был запас. Ну, я тогда гонял со 147. А сейчас я 135 брать полегче буду, конечно. А слушай, а с чем связано то, что именно до 120? Это твое личное желание? Они жить, наверное, могут сделать бою? Нет. Это уже, чтобы быть поближе к титулу, надо уже, ну, как бы, нормальную, во взрослую категорию залезать уже. Вот эти, ну, супертяжеловесы, они там за пояс, ну, не дают боев. Поэтому, чтобы драться за пояс, надо 120 дать драться. С Вагабом вы больше не списывались? Нет. С ним пока... Ну, не знаю, пока-не пока, наверное, все закончено. Ага. В смысле, разговорились. Сколько вообще боев ты планировал? Ты хотел бы сделать в 2022? Как минимум четыре боя. Ну, это серьезный-то. И учитывая, что тебе, опять же, надо еще и вес гонять. Да. Да, я готов, на самом деле. Поэтому я, ну, по боям я готов. Вес подогнать и подраться. У меня, в принципе-то, и сейчас столько же вышло. Вот за этот год я подрался четыре боя. Ну, да. Да, с декабря до декабря. Ну, там все-таки у тебя без ограничений, получается, было. Ну, да. Кроме последнего. Да, без ограничений. Ну, когда ты постоянно себя придерживаешь, как бы, можно. А, слушай, а с Газиевым-то они тебе не хотят сделать реванш? В принципе, это интересно, мне кажется, было бы. С Газиевым. Пока не разговаривали, поэтому. Ты сейчас с Евгением Гончаровым работал. Да. То есть вы, наверное, уже, я думаю, не в первый раз на сборе-то пересекаетесь. На этом уже... Сколько мы уже? Сбора три-четыре, наверное, вместе тренируемся уже. Ну, он, честно, внушительно выглядел, прямо скажи. Ну, да. Хороший боец. Крупный, техничный, сильный, быстрый. Нормально борется, нормально бьет, кстати. Хороший боец. А ты во Сколе, ты, кстати, квартиру снимаешь? Я просто слышал, что где-то можно в спорткомплексе жить. Да, я здесь пока живу. Это общежитие, получается? Ну, да, как оно... Ну, я ее называю спортивная гостиница. А жена приезжает, кстати? Жена в феврале приедет. Да. Потому что она я уже... У меня уже как традиция, я уже без жены не могу готовиться. А, все равно, как говорят, по хозяйству помогает. Ну, она у тебя, извините меня, и теперь в числе секундантов. Такая... Ну, это, кстати говоря, редкий случай, если честно. Я даже чего-то аналогичного, но только не считаю Татьяна Арейник. Но она, понятно, моя спортсменка. Нет, там маленькая дырка. Там не то, что не секундант, просто она поближе. Ну, я вижу, что в углу находится. Да, просто в углу находится. В раздевалке-то я с тренером разминаюсь. Она уже просто с трибун спускается. Подходит. Немного нет. Я только рад. Я только поддерживаю. Меня, короче, в бескомфорт это не уводит. Меня, наоборот, даже подбадривает, что родной человек рядом. А вот расскажи, кстати, про Сергея Честникова. Мы про этого тренера очень мало что знаем, на самом деле. Он просто был как раз в твоем... Я, может быть, да, он уже второй раз в моем углу. На самом деле... Хороший человек, хороший тренер. Опытный, спокойный, рассудительный. Нормально меня мотивирует. А то от... 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 А до Ява меня мотивирует. От... С ковра с этого до самого выхода в клетку. Он меня мотивирует. Он мне в этот раз помог. Он с висогонками мне там помог, конечно. Короче, хороший человек. Хороший тренер. Что касаемо из прошлого, я ничего не могу сказать. Ну, я вот сколько знаю, вот здесь я вот... Я вот только могу сказать. Гриша, это то самое неострое интервью, наверное, за все твое жизнь сейчас... Сейчас получается. Сейчас? Да, да, да. Да, не, просто все такие вопросы задают про каких-нибудь таких грязных людей. Ага, а ты не что-то про Мордештернер? Ну, да. Я как бы к нему так... Раньше еще, когда на пике их карьеры так относился, что люди так к ним относятся. Самое интересное, что люди... Люди у того, как бы... Говорят по нему нехорошее, что типа... Вот как он, козлина, наши дети его слушают и так далее. Не надо, чтобы он пел и так далее. И когда я высказался в его сторону, то у меня сразу куча хейта полетела. Причем мне прям в личку, что типа, да ты кто такой, ты как можешь так вообще про него говорить? Ты посмотри, кто он и кто ты. Ты там бьешься, дерешься, а он типа поет и еще детям с раком помогает. Ребенку одному помог, он с раком якобы. Ну, я могу пояснить, почему он помог. Потому что у него было подсудное дело там. И чтобы искупить свою вину, он дал какую-то энную количество денег, чтобы там... Ну, на операцию ребенку. Я не думаю, что так бы он взял бы, я отслюнявил бы. Кому-то бы денег. Вот. Что вот так вот. И поэтому я думаю, нахер, я свое мнение лучше при себе оставлю. Если что-то прям конкретно надо сказать, я скажу. Ну, а так это... А это в комменты тебе писали получается? Да не только, и в личку, и в директы, и в комменты, и так далее. Ну, слушай, некоторые даже с нашей федерации. Вот я дрался раньше в союзе ММА. Даже оттуда какая-то чепуха умудрилась про меня аж пост целая, написать, какой я херовый. Что я там якобы когда-то упал, что... Ну, и типа, что как я могу сравнивать нас и Моргенштерна, типа. Закрыли эту тему. Кстати, Гриш, вот единственное, что касается твоих интервью, на мой взгляд тебе, мне кажется, не надо стесняться свое мнение высказывать точно. Вот смотри, такой момент. Тебе часто там, во всяком случае, в комментариях там пишут, что он матом ругается, там матом ругается и так далее. Да. Ну, у меня это... У меня школа хорошая. Да. И честно, я скажу, матом тоже надо уметь, где нужно сказать, и нужно уметь его вставить. У меня хорошие учителя были. А кто учителя был? Дед. Да. Отец. Ага. Ну, у нас как бы в наших корнях как бы принято помателиться. Ну, в общем-то, ты не считаешь, что если человек матом в интервью ругается, то там что-то плохое? Ну, надо... В меру, конечно. Лимит. Лимит не это... Не превышать этого. Не злоупотреблять хорошим, короче. Это еще не все. 19 декабря прошлого года, перед боем Пономарева с Лерезой Сафарой, наш корреспондент Ислам Бабаджанов записал с Григорием интервью. К сожалению, случилась накладка со звуком, и мы его не выложили. Но многие из прозвучавших там вопросов Ислам задал Пономареву в их последующих беседах. Ну, а сейчас вы увидите фрагмент в приемлемом качестве, причем довольно важный, насчет того, как Григорий относится к хейту в свой адрес. И на нас, на нас вот говорят вот эти вот диванные типы, вот эти вот, которые эксперты, они вот детологи, эксперты в спорте, там, во всем они эксперты. Я даже начинаю, наверное, знаешь, их почитаешь, думаю, а ты вообще, ну, тем видом, вообще, тем занимаешься, ты смотри, какие люди понимающие, знающие. Ну и нафиг это дело. Вот их послушаешь, думаешь, это... Вообще, рот открыть нельзя, по сути, свое мнение даже сказать нельзя. Много говоришь, плохо. Молчишь, плохо. Груз это серьезный ходишь, плохо. Веселишься, плохо. И я такой думаю, да... Вот у меня есть вот команда, которая меня принимает вот такой, какой я есть. Да, может быть, я такой специфический человек. У меня есть жена, которая меня поддерживает. У меня есть отец, мать, которая все вот это поддерживает. Все, необычно ничего не надо. И вот это там слушать, это их там кучами, они там одни где-то разные там тысячами пишут, вот так делятся, как весы. Это плохо, это хорошо. И я вообще ничего не читаю, никого уже не слушаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok